Порядка двух с половиной тысяч школьников Ненецкого округа будут обеспечены питанием. Соответствующее решение было принято Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого округа. С 13 апреля началась выдача продовольственных наборов родителям учащихся городских школ. О том, что входит в сухой паёк и кому положена мера поддержки, расскажем прямо сейчас. В третьей городской школе выдача сухих пайков началась с самого утра. В фойе впускают ограниченное количество родителей, ведь важно соблюдать все необходимые меры профилактики и дезинфекции. Сотрудники образовательного учреждения снабжены средствами личной защиты. На пол нанесена специальная разметка. У стола выдачи Надежда Назарова. Заведующая производством третьей городской школы лично контролирует процесс. Чтобы не возникла путаница с пайками, ведь их состав разнится в зависимости от категории получателя. По распоряжению департамента нам пришло указание выдать сухие пайки категориям определенных детей. Это разные категории. Дети у нас питаются одноразово. Это дети-сироты и дети, находящиеся на опеке. И другой набор у нас есть для детей-инвалидов и ОВЗ. Конечно, они отличаются, потому что дети на категории у нас питаются один раз, вторая категория питается два раза. Естественно, пайки увеличены. В разовый сухой пайок входят продукты. Первые необходимости – это греча, рис, макароны, сок, растительное масло, консервы – это горох и кукуруза, а также две банки сгущенки. Выдается пока что на неделю, ну а дальше уже будут смотреть по ситуации сложившейся. Оба продуктовых набора были согласованы с окружным управлением Роспотребнадзора. Ну а родители такому продовольственному подспорью, безусловно, рады. Пайок очень замечательно что-то выдается, потому что многие родители, которые сидят сейчас на карантине, к сожалению, были временно работающими, соответственно, они не получают денег во время сейчас, потому что они сидят дома. И эта помощь очень значительная для них, конечно, особенно многодетным. Родителям, которые не могут лично получить сухой паёк, продукты доставляются социальными педагогами городских школ. Ну а для семей из села организована другая система питания детей, которые попадают в категорию нуждающихся. Что касается школ на селе, здесь принято решение, что дети будут питаться в школах. Дети будут питаться в школах, школами будут составлены графики. Дети будут приходить небольшими группами, то есть с учётом всех мер по недопущению распространения, в том числе и коронавируса, да и в принципе, на территории школ и муниципального образования. Как пояснили в окружном профильном ведомстве, мера поддержки единовременная и рассчитана на одну рабочую неделю. Решение о дальнейшей поддержке семей, которые воспитывают школьников, входящих в категорию нуждающихся, будет принято по особому распоряжению. Алина Волчейская, Владислав Ткачёв, Телеканал Север.